Для того, чтобы вшить ластовицу в комбинезон, комбинезон это наши брючки, у которых нет шва на животике, мы должны связать ластовицу. Видите, она повторяет рисунок нашего комбинезона. Первая полосочка зеленая, значит центральная полосочка ластовицы тоже зеленая, для того, чтобы нашу ластовицу было не видно в процессе носки нашего комбинезона. Ластовица обязательно, потому что при носке комбинезона ребенок дрыгает ногами и шов будет просто разорван. Мы должны дать свободу движения, поэтому и употребляем ластовицу. Берем булавки, выворачиваем наш комбинезон на изнанку, вот наши ножки, берем уголочки, ластовица. Ластовица будет укладываться поперек вашего изделия. И совмещаем зеленую полосочку, начало зеленой с одной стороны, начало зеленой на этой же полосочке с другой стороны. И дальше смотрим, у меня полоски четко совпадают, зеленая и рыжая, зеленая и рыжая. Вот так вот я их и буду пришивать. И с другой стороны тоже зеленая и рыжая. Когда будете вывязывать ластовицу, посмотрите, чтобы она была абсолютно симметрична с двух сторон. И чтобы рисунок ластовицы совпадал с рисунком наших брючек в нижней части. Переворачиваем на другую сторону и делаем то же самое. Ластовица, центральная часть, вот она, четко совпадает с началом зеленой дорожки с одной стороны. И с началом зеленой же этой дорожки с другой стороны. Для того, чтобы совместить все полосочки. Можно, конечно, пришить с одной стороны сначала, потом прикалывать вторую. Но я им сейчас прикалю и покажу, как это будет выглядеть. Далее совмещаю все полоски. Так можно, кстати, на отставить брючки, которые стали маловаты. Вы можете вшить ластовицу в брючки, которые малы ребенку. И он какое-то время еще в них походит. И сшивайте штанишки между собой. Раз, два, и вторую тоже самое. То есть сложного ничего нет. Вот наша ластовица. Когда она будет вшита, у ребенка появится возможность спокойно шевелить ногами. Никак не ограничивая свое движение. Это очень важно. И красота в том, что полоски все будут совмещены между собой. Ластовица будет просто, незаметно, вообще никак. Потому что все полосы будут совпадать. Но сейчас мы все это пришиваем. Потому что сначала пришиваете ластовицу с одной стороны. А потом зашиваете полностью штанишки вместе с ластовицей с другой стороны. Зашиваете крепким швом. Четко, совмещая полосочки, либо тот рисунок, который у вас на брючках. Используется. Вот мы получили ластовицу. Видите? Ее практически не видно. Полоски не нарушены нигде. Ластовица полностью вписалась в наши брючки. При этом ребенок может спокойно дергать ногами, садиться, поднимать ноги, опускать как угодно. Брюки он не порвет и мешать движению они уже больше не будут. Нас выручила ластовица.